Добрый день, меня зовут Евтюхов Никита, я инструктор лагеря «Большое приключение». Сегодня я расскажу вам о том, как изготовить носилки в походных условиях с помощью подручных материалов. Мы рассмотрим вариант переноски пострадавшего с помощью носилок жесткого типа. Носилки жесткого типа состоят из следующих частей. Это две жерди длиной не менее 2,5 метра, диаметром не менее 5 сантиметров. Также это три жерди длиной по 70 сантиметров, диаметром также не менее 5 сантиметров. Это реп-шнур диаметром 6 миллиметров. И для скрепления составных частей носилок мы используем веревку типа шпагат диаметром 3 миллиметра. Кладем головную жердь. Значит, здесь остается примерно сантиметров 5-7 по краям, ну 5-10 сантиметров по краям. И мы, собственно, должны закрепить эту жерди с помощью, в данном случае, веревки малого диаметра, ну миллиметра 3. Для того, чтобы нам эффективно скрепить и надежно, эффективно и надежно скрепить между собой жерди, нам необходимо сложить веревку пополам. Итак, мы ее сложили пополам, продели через жердь продольную, остановились перед поперечной. Итак, затем мы продеваем под поперечной, под продольной жердью веревку и натягиваем. Конечно, безусловно, вы будете это делать в команде. Затем мы перехлёстываем веревку и обвиваем веревку вокруг себя. Отбили, завязываем простой узел. Завязали. И опять обвили веревку еще раз. Завязали еще один простой узел. Затем еще раз отбили. И завязали уже узел под названием прямой. Он наиболее удобен в данной ситуации. Завязали прямой узел. Таким образом, мы привязали головную жердь поперечную к продольным. И переходим к креплению, соответственно, следующей жерди поперечной также к продольным. Эта жердь будет находиться под ногами пострадавшего. В частности, на уровне щикола, так можно чуть-чуть повыше. Значит, если у нас пострадавший метр восемьдесят, то примерно расстояние от головной жерди до, собственно, ножной – это примерно метр шестьдесят. Делим веревку пополам, продеваем через жердь и затем начинаем вязать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, мы с вами закрепили головную жердь, также еще жердь, которая будет находиться в ногах пострадавшего. И важно закрепить третью жердь, которая будет находиться под спиной на уровне грудной клетки пострадавшего. Если первые две жерди, мы видим, что они закреплены над жердями продольными, то третью жердь, которая под грудью находится, ну, на спине, лежит часто, если на ней пострадавший, будет находиться под продольными жердями. Редактор субтитров А.Кулакова Мы сделали каркас носилок, скрепили между собой продольные и поперечные жерди, теперь осуществляем стяжку носилок. Для этого мы используем репшнур. Необходимо репшнур поделить пополам, веревку, и связать на жердь, которая будет под ногами пострадавшего, полусхватывающий узор. Сделали петельку, попустили веревку, сделали по центру эту петельку, затянули. Вот, и наша задача сделать так называемую сеточку по всему периметру носилок. Так, вяжем полухватывающий узор. Опять, да, постоянно помним, что мы затягиваем наши узлы. Берем их просто и перехлёстываем. Перехлестнули вот здесь. То есть, эта веревка, которая отходит с этой жерди, возвращается, собственно, к ней, перехлестная стяжка. Связали полусхватывающие узлы на жердях и продолжаем их вязать до того момента, пока мы не достигнем, собственно, головной жерди. И здесь закончим вязать нашу сеточку, на которой, собственно, и будет лежать по большому счёту пострадавший. Вот, а также она нужна, ещё раз напоминаю, для стяжки носилок, чтобы они были устойчивы и надёжны. Ну, и продолжаем вязать знакомые уже нам всем полусхватывающие узлы одним концом. Мы сделали устойчивые носилки с помощью как раз репснура. Потому что, как вы помните, до него носилки шатались, ходили из стороны в сторону. Сейчас они готовы к тому, чтобы их использовать в качестве, собственно говоря, носила, да, и для переноски пострадавшего до какого-либо функционного значения. Наша задача обеспечить максимальный комфорт пострадавшим во время переноски. Для этого мы можем использовать в туристских условиях, в походных условиях, в первую очередь, коврик. Кладём коврик на носилки. Соответственно, коврик должен попадать и на головную часть, на головную жердь и на жердь, который находится под ногами пострадавших. Мы положили пострадавшим в носилки. Перед тем, как положить носилки перед пострадавшим, мы положили под носилки верёвки. Положили верёвки с двух сторон. Со стороны, собственно, бёдер и со стороны груди. Для чего это делается? Для того, чтобы привязать пострадавшего к носилкам. Но здесь очень важно помнить, что мы не привязываем пострадавшего, если мы переходим с носилками через брод, и не привязываем пострадавшего к носилкам, если мы его транспортируем на катамаране. Если у нас пострадавший в сознании, с ним необходимо постоянно разговаривать, успокаивать его, потому что велика ещё вероятность шока. Сейчас мы продемонстрируем, как правильно поднимать пострадавшего. У нас прибыли наши спасатели. Необходимо поднять все носилки одновременно и под команду какую-либо. Например, три-четыре. Итак, давайте. Три-четыре. Подняли носилки и всё, и осуществляем переноску пострадавшего. Всё, можно идти. Так мы осуществляем его в гору, и, соответственно, голова выше ног у нас получается. И вот таким образом на различные расстояния можно нести пострадавшего. Наше занятие, целью которого было научиться правильное изготовление носилок, а также правильной переноске пострадавшего, подошло к концу. Всем спасибо. С вами был инструктор лагеря Большого Приключения Евтихов Никита.